Тысяча извинений, уважаемые зрители, но Twitch TV просто не хочет работать нормально. Одно радует, что я угадал, в очередной раз, конечно же, угадал с ласт пиком в команде Кайпе, это будет Клокер. И трансляцию я вот только что поднял, она появится в онлайне где-то минутки через, ну я думаю через минуту где-то из-за того, что дилей. Вот я не люблю просто дилей на стримах ставить из-за того, что если этот гребаный Twitch лагает, то у зрителя сначала стрим вырубается, он сидит целую минуту, смотрит на черный экран, потом куда-то уходит, да, и в итоге зрители становятся на стриме тупо меньше, да, из-за вот этих вот проблем на Twitch TV. Ну ладно, так сказать, поскольку запись у нас будет в двух частях, расскажем все-таки про пик команды AC Cup. У них Templar, Naga, Lash, EWR и Viver. Триплой они будут стоять с Naga, Lash и EWR. Это уже дефолт от команды AC Cup. Что касается Кайпе, Antimag, Bane, Visage, Clockwork и Puck. Вот такая вот ситуация. Я постепенно начну смотреть в чатик и молиться просто, чтобы стрим, ну как бы он заработает-то заработает. Главное, чтобы он больше не падал, потому что если Twitch TV начинает лагать, то стрим падает просто каждые там 15-20 минут. И я надеюсь, что сегодняшний вечер это исключение, друзья. Так, ну все, стрим поднялся. Народ должен потихоньку забегать на трансляцию. Пошло, пошло. Да, я вижу, вижу, все прекрасно вижу. Просто небольшой дилей на стриме в 60 секунд. Из-за этого вот такие вот проблемы, да, что трансляция падает, 60 секунд вы ничего не видите. И потом только идет картинка, и за это время некоторые люди успевают себе, которые, не знаю, страдают, может быть, паранойей какой-то, там, сгрызть себе все локти и уйти там куда-нибудь, ну типа не работает. Пойду посмотрю где-нибудь в другом месте или что-нибудь типа этого. Ну ладно, неважно. Главное, что вот трансляция возобновилась, и я вижу, что пока что зрителей тоже много. Это, конечно, радует. Ну что ж, как я и говорил, айси-каповцы будут стоять триплой с ВР-кой, ну и, естественно, они пошли убивать Сенви. Потому что ее, конечно, эту ВР-ку надо как-то реализовывать против интимага. Ну, как бы, они любят, да, вот типа ВР-очку или широка и нагу. Много стана, много всяких нюков приятных. Вот тут пока что Нага тушкой своей блочит на респаун в средней точке, да. И все, там крипов теперь не отпуливают. Но Бэйн тут у нас стакает. Блин, тут такие крипы противные. Вот эти призраки, они замедляют, да. Но должен сейчас на восьмой секунде дать тычку. О, о, все получилось. Все, сагрил, отлично. Не так просто их, конечно, сагрить, этих крипов. Но Бэйн в итоге на лёгкой точке все это дело отпуливает. И в итоге, как бы, фармы должны меньше получать. Артизия довольно нагло себя ведет против темпларки. Смотрите, заходит за вышку, дамажит ее. Крипов тут добивает. Вот у Резолюшна сейчас нету банки. И он вынужден еще двух крипов добивать. То есть у него ни маны, кстати говоря, ни маны нету, нифига нету. Слушайте, вот спал рефракшн. Сейчас если у Пака, блин, Пак ведь может и вот так вот дать тычку. Тычку и Резолюшну ему не очень так прикольно там стоять. Но, правда, придется тупить банк. Пошла Арба. Арба, Пак здесь дает одну тычку, вторую и нырнет. Да, это ФБ. Друзья, это ФБ. Очень, конечно, качественно здесь сыграл Артизий. И все вот эти вот вещи, которые я говорю, что темпларка хорошо стоит против Пака. Ну, это не показатель, потому что, вот, например, вчера Скандал играл, да, против Пака. Он, не знаю, так хорошо отстоял, что в итоге в соло там практически вытащил имперцем игру. Вот. Ну, а здесь видите, какая ситуация. Видимо, Резолюшн подставился. Это ошибся, Пак сбил ему Рефракшн, заставил съесть все танго, заставил там... Ну, вот, да, до сих пор нету Ботлова Резолюшна. Сейчас, ну, очевидно, что Пак начнет, конечно, сильнее сейчас играть. И, возможно, возникнут какие-то определенные проблемы с этим. Так. Ботл Пак берет дабл дэмэдж. Тем временем Боун себе будет тащить баночку тоже. Он, кстати говоря, стоит один на один против Вивера. В принципе, Кайпи могли этого ожидать. И, может быть, взяли бы какого-нибудь другого героя, который с Вивером посерьезнее, так сказать, побеседовал бы на линии. Но вот захотели именно Клокерка, да, как я тоже предположил, что они будут Клокерка брать. И они этого Клокерка взяли. Так. Ну, а на топе как дела у Энви? Блин, у Энви, конечно, крипов меньше. Но он антимаг, черт побери. Он покажет сейчас Кайпи как надо. Оп, 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 тут какие-то проблемы. Ворвались как-то ребята из AC Cup. Что-то пытались надамажить. Маг получил инфибл. И в итоге надамажить больше не получилось. То есть, так, там опять Артизи фраг делает. Ну, ёппарасоте. Ё-моё. Снова умирает Резолюшн. И это отвратительно. Просто отвратительно. Не имеет права Темпларка умирать от пака, друзья. Вы, хоть, я не знаю, конём долбитесь, но не должна Темпларка умирать от пака. Тем более, два раза подряд. Понятное дело, что... Посмотрите, пак шестой уровень, Темпларка четвёртый. На топе, чё происходит. Ну, это, блин, тут ещё можно списать на американские серверы большой пинг. Но плохому танцору, сами знаете, что мешает. Поэтому никто не сказал, что зарабатывать деньги в киберспорте легко. Придётся потеть, ребят. Придётся потеть. Так, пошла арба от Артизи, но он не будет входить в Резолюшн, потому что, ну, тут боится. Там крипов много, и Боттл у него сейчас едет до фонтана, до источника. Надо там подхилиться. Ну, кстати говоря, по крипам Темпларка даже не так сильно проигрывает. Она там три крипочки всего два раза умирала. Да ладно, чё-то там агрессию какую-то. Ну, вот это, кстати, может быть зря Стики прожал, еле жив остался. Мог ведь и агрести Артизи. Тем временем на топе удаётся сделать фраг украинской команде. Убили Бэйна, отдали Лешрака взамен. И, кстати говоря, тут, может быть, сейчас какие-то проблемы есть. Шестой из шестого нету, конечно же. Тем временем Вивер на боте убирает Клокверка. Пытается убить Нагу, но нет-нет-нет. Или убьют! Всё-таки убьют ведь! Ох, Сим, Сим делает даблкилл на топе. Ну, здесь у Вивера всё отлично, да? Да, Джакал своё нафармит. Так, я попытаюсь перезапустить трансляцию на Twitch TV, потому что там у меня чатик не работает, к сожалению. Вот такие проблемы, когда с Twitch. Я не знаю, надо побеседовать будет с администрацией. Я вот тут спросил в лобби сейчас какие-то проблемы с Twitch TV, но никто мне не ответил. Значит, вроде как у ребят всё в порядке. Да, вот всё, загрузился как раз-таки чатик на Twitch. Всё должно быть хорошо. Так, сапоги, сапоги у Артизи. Тут, ну, резолюшну не везёт с руной. На боте снова появляется руна. Это хоста. Если Артизи заберёт хосту и придёт на бот, можно попытаться убить Вивера. Но, блин, а, у Клокерка, кстати, седьмой. Он сейчас сам, наверное, в мид подойдёт и попытается снова стереть резолюшна. Ну, тут на топе тоже, кстати говоря, ганг не помешала бы. Посмотрите, как в наглую оси каповцы вбегают. Аж уже практически к Т2. О, вот этот зря развернулся, молодой человек. Всё, наверное, мертвец. Да, быстро очень убили. Попытается подрезать Лавис Ланна Флайт. Сейчас, да, вот он, Артизи подходит. И сейчас будут проблемы. Но надо ставить ульту. Хотя, фиг с ним. Давайте лучше ВР-ку убьём. Мага, наверное, да. Поставил ульту Артизи сейчас в мага. Повершотик выворачивается от него. Маг отменяет. Соло Самшин. Минус ВР-ка. И там Антимаг по-прежнему гоняет нагу. Блинкается. Тычка. Тычка. Это минус 3. Убили одного Бэйна. Ну, правда, оставили резолюшна в покое. Тут, правда, смотрите, возвращается Артизи. Хукшот от Боуна Коги. Просветочка. И темп фларка просто съела близняшек. Вот так вот кайпи гангают. Вот так вот кайпи делают фраги. Единственное, что хорошо, это Вивера там никто не напрягает. Он там сейчас допилит свою линку по-бырому. И, может быть, что-то сможет сделать. Но, блин, Антимаг, сколько крипов? 19 крипов у Антимага. Полторы тысячи золота. То есть это колечко плюс что-нибудь на ПТ. Какой-нибудь, скажем, пояс на силу. Ну, да. А, Квилинг Бэйд купил. Странно. Ну, ладно. Так, поймаю Артизи, похоже. У меня увернулся. Ой, отличный шифт от Артизи. Тут еще на Рептайд сбатил. Так он сейчас еще убьет эту Нагу. Смотрите, руну сейчас. Опа, и хоста, да, на боте. А, ДД. Еще лучше. Ну, правда, Джакал подберет. Но тут, на самом деле, по-моему, Наги и так борода. Артизи убежал. Артизи живой. У него очень хороша. Хороша, да. Ситуация. То есть быстро может купить даггер. ПТ-0 талисман. Полный стик. Сайленсуй. Ну, таймлапс, ладно, выжил вроде. Хотя, кстати говоря, вот тут, по-моему, лишнего себе позволил. Стики мансует. Шифт. Сварм. Нет, не попадает. Я, честно говоря, думал, что Артизи сейчас умрет. Но он тоже сделал все очень четко. Шифт. И все. Мана на шокуче больше нет. Дабл демидж. Иер прожал. Это вот реально было страшно. Просто не успел за Сайленс Пак сбрить. Ну, его тут, кстати, поймали. Поймали его на перетяжке с бота на мид и отправили в таверну. Ну, вот такой тоже приятный. Фрак все-таки сделали. Сейчас АСК посмотрим. Нету сапога у Бэйна. Парень четыре раза умер. Что поделать? Цель Ави. Надо где-то ему нафармить сапожек, чтобы чуть быстрее перемещаться, чтобы чуть сильнее помогать своей команде, быть мобильней. Вот оставили Энви одного. Рано или поздно должны были АСК оставить Энви без хараса, без каких-то претензий со стороны. Ну, потому что надо что-то реально было делать. Вот они бот спушили, помогли немножко Джакалу. Возможно вернуться обратно на лайн к Энви, но я сильно в этом сомневаюсь. Сейчас парень будет очень сильно фармить. Сейчас парень будет добивать тех крипов. Там Визаж еще в лесах подфармливает. Ну, вот Синг, да. То есть пытается медальку сделать. Медалька, конечно, для Визажа это мастхев. Пак забирает Энвизу. Вот с этой Энвизой можно пытаться где-нибудь синициировать бой. Как-то так хитро зайти и поставить ульту. Но Пак пока что не палится. Ну, может быть видели руну, да? То есть если Пака прокликали, то должны были видеть руну невидимости у него в банке. Но не факт, что удастся избежать какой-то вот неловкой ситуации, связанной с этой как раз таки руной. Вот, сразу же Сентряк запилили. Ага, молодцы. Все, да, теперь Пак тут на миду ничего не сделает. То есть его, по крайней мере, заметят и убьют, если что. Вот, пошла Энвиза. Ну, вообще, грамотные ребята тоже сразу же, как бы, кликают на соперника. Видят, ага, тут было два Сентря. Один поставили. Значит, поставили его где в Центре. Ну, Пак очень хитро заходит. То есть он с Энвизой на бот пошел. Обошел очень так четко в мид. И сейчас вместе с Клокерком... Ну, все, вот Резолюшн сейчас, по-моему, умрет. Просветили. Ну, правда, блин, весь проказ. Тут это провал, что проказ Пака ушел в Рефракшн. Надо было дождаться, пока Рефракшн спадет. Shift. Успел. Но там, блин, там Вивер уже. Ой-ой-ой-ой. Проблемы. Арба. Стики. Ушел. Нет, не ушел. Умер. Все. Борода. Мсия Артизи. Ну, блин, убили бы Темпларку. Хоть не жалко было бы. Ну, по крайней мере, не так жалко было бы разменяться. А так они отдали Хардлейнера с хорошим левелом. Так они отдали Мидера. У которого уже как бы Пак должен был себе Даггер в ближайшее время купить. За счет того, что он так унизил Темпларку на центре. На топе тоже загангал. На боте тоже потом нагубил. Короче, 4 фрага сделал. 3 ассиста у него еще. Крипов много. Ну, сейчас просто ситуация переворачивается с ног на голову. У резолюшна крипов больше. У резолюшна левел такой же, как у Пака. Хотя его очень сильно убивали. И у него он 3 раза умер просто. Это как бы... Почувствуйте, что значит 3 раза умереть в центре. Это же вообще... Это все. Это... Даже если ты добиваешь крипов столько же, сколько твой соперник, ты уже по левелу очень сильно проигрываешь. Ну, Envy 1200 золота. Ну, его Battle Fury пока что... Ну, не так быстро собирается, как Battle Fury. Антимага на предыдущей карте, да, как... На первой карте. Кайпи против АСК. Тут, в принципе, конечно, придется еще попотеть. Ну, выровняли ситуацию. Вот видите, смотрите, была плюс 1000 золота. Опа! Плюс 3000, используя АСК. Была просто плюс 2500 по XP. Опа! Сразу же 3000 вперед. И сейчас преимущество в 500 XP. У украинской команды. Ну, молодцы, молодцы. То есть, триплу вроде проиграли. Мид проиграли. И вот из-за счет того, что Пак с Клокерком сейчас понаотдавались. Ну, Пак один раз умер, да. И Клокер потом еще раз вместе с Паком. И получается так, что вроде как все в порядке. Телепорт в Эрочке. От в Эрочке телепорт на бот пошел. Там еще Вивер у нас старается. Ну, ой, на бот, на мид. Что-то вспомнил, что сказал. Бот пытается у нас Вивер пропушить. И вот у него есть Персик, 1200 золота. Что-то медленно продвигается игра. Вот после вот этих вот отдач. Казалось бы, Кайпи уже могли бы реализовывать Пака, который так классно отстоял. Но вот пока что не получается. Уходят эти каповцы втроем на топ. Попытка будет, возможно, убить антимага. Ну, если идеально скастить нюки. Вот, например, подходит нага, дает сон. Потом станут ли широка. Потом привязочка от мага. Плюс четвертый повершот и рептает. То есть, по идее, антимага убьют у него. 777 хп. Не так уж и много. Но это надо все очень четко сделать. И плюс антимага надо поймать в какой-то неловкой ситуации. Когда он будет там крипов где-то фармить. Крипджекнуть, короче. Ну, пока что не хочет, конечно, никуда идти. Ему надо дофармить свой даггер. Ну, а здесь уже можно нетворс переключить. Убивать топ. Вышек спушили. Кайпи мало. В центре всего лишь одну поломали. А уже теряют третью. То есть, счет 3-1 в пользу команды АСК по вышкам. Правда, вот на боте... Ну, блин, ну а что они сделают на боте? Ничего не сделают. На топе тоже какая-то прохладная история. Тут 4 человека. Как их убивать? Тут надо минимум, чтобы пак еще присутствовал. Только тогда можно будет что-то сделать. Хотя сейчас, смотрите. Лешрак отходит на Агда эту льту. Может быть, Энви убьют? Или просто отойдут? Да, решили просто отойти. Фамильяры только. Ну-ка, ну-ка, не, не, никак. И за резолюшном тоже не... Хотя хукшота... Боун! Ой, красавчик! Ну все, вот смотрите. Рефракшн. Так, центреа. Рефракшн прошел. И вот прокаст в голую темпларку. Все, отлично. Убили быстро, четко, без проблем. Даже ульт Наги не помог АСКаповцам спастись. Покер в каком-то смысле. Контрит, да? Вот такие вот отходы. Типа чувак вроде бы... Ну, если только тэп-аут помогает. А если все пешочком стараются как-то уйти, то можно на шару хукшот скинуть. И, может быть, попадешь. Тем временем, УВР-ки Мека. Давайте посмотрим на... Табличку с шмотками. Шмотками. Тут линка должна быть уже в ближайшее время. БКБ для резолюшена. Кстати, вот у Бэйна шестой уровень. Я еще не видел, чтобы он ультил. Надо бы ему уже как-то начинать, да? Использовать свою способность дизейблить. Даже в БКБ он может дизейблить, да? Тут даггер, даггер и блэйдмейл хочет собирать. О! Поймают, не? Или... Ой, не угадали. Ну, вот вард поставили сентряк, да? Вот сейчас видят. Да, все, заметили. Заметили Джакала, но он уже, конечно, убежит. Он не подставится. Тут смоук. От AC Cup. Идут они в смоуке. По топу проходят. Все чего-то пытаются найти. Все чего-то пытаются загангать. Может быть, интимага как раз-таки. Который тут, кстати, недалеко. Смотрите, как фармит. О! О, хитрец. Спрятался. Ну, вот сейчас он так блинк потратил. Очень страшно, да? То есть могли бы его в этом моменте поймать. Ладно. Видит сейчас все это безобразие на топе. У него 2-300 золота. Надо закупиться, потому что, возможно, сейчас будет драка. Да, возможно, сейчас будет что-то страшное. Так, пак. Хотя, не, вроде как стоит. Думал, может быть, на топ-партнется как-то. Пытаются шлепнуть. Ну, тут у Энви, видите, что ему еще до Battle Fury осталось? 1400, 1200, 2600 и еще 800 золота. Да, вот он покупает себе 2 кинжала. А, у него уже есть Войтстоун. Ну, тогда все, это Battle Fury. Я просто не заметил. На него Войтстоун в инвентаре. Где-то в стэше был. Тут пытаются, кстати говоря, убить Вибера. И удается сделать этот фраг. Очень важный фраг делают Кайпи. И вот момент, да. Восемнадцатая минута, где-то десятая секунда, у Энви появляется Battle Fury. Он сейчас, наподобие антимага, которого мы видели на предыдущей карте, начнет очень быстро профармливать леса. Остановить его будет довольно-таки тяжело. Вот, и поэтому на месте IC Каповцев я бы вот уже что-то предпринимал. Там может быть какой-то пуш. Ну, просто антимаг не фантом. Ой, в смысле, Вивер не фантом. Он не сможет так классно. Ну, здесь как бы так не сконтрить АЭМа, как контрили его на предыдущей карте Кайпи. То есть, я бы вот уже, ну, мне просто страшно, когда антимаг получает Battle Fury, а команда ничего соперника не делает. Вот, как на предыдущей было. Там, конечно, молодцы Кайпи, красиво сыграли. Ну, даже не сколько молодцы Кайпи, сколько ошибка от IC Капы. Так вот они сливают обидно. Так, что тут можно? Спамеров пока что побанить. ТП-аут мне помогает. Птицы контрят, говорят. Нет, птицы не спят. Да, действительно, правильно заметили ребятки на Twitch TV, что птицы все-таки контрят ТП-ауты. Правильно, правильно. Здесь, конечно, я немножко не договорил. Визаж уже начинает клепать свой, свой аганим, который будет ему очень полезен. Вивер, ну, так немножко внезапно умер на самом деле, поэтому Линкаево на какое-то время откладывается. 500 золота в УВРке. Чё, Форстаф, наверное, допиливать надо. Какую-то пытается. Ну, вот видите, вот всё правильно делают ребята из IC Капы. То есть они понимают, что сейчас происходит на карте. А М фармит за Battle Fury, его не остановить. Надо идти вот вчетвером, там, 5-мандоту включать и просто драться, ломать, убивать. Ну, просто это тоже не так-то просто. Блин, сколько вообще тавтологии. Сложно, сложно это сделать, потому что есть уже пак с даггером. Есть Бэйн, есть Визаж и Клокверк, да, которые вот помогают всё-таки действовать в вышке. Но, тем не менее, решили размениваться. Т1 на Т2. Вот это такой немного невыгодный размен для команды Кайпи. Но вот бак вроде что-то старается сделать. Нет, 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 ничего он один тут не сделает. Вот выйдут Дефит. Смотрите, сейчас снесут вышку и будет инициация. Не? Шот! Ракетка пошла, но тут 5 человек, плюс бульд от Наги. Наверное, немножко опасно сюда входить. Энви ломает вышку на топе. Но, мне кажется, антимаг в данной ситуации не будет как-то мелочиться. Не будет, как, не помню, Джакал, что ли, играл на предыдущей карте Зэма. Не будет покупать какую-нибудь там волотьку, а сразу начнёт выходить в ману. То есть купит Яшу, купит потом Сферу за 2100. И в итоге в конечном счёте будет с мантой уже где-то к минутке 25, наверное, точно. Кстати говоря, Сикаповцы потеряли Курьера. Я не понял немножко в каком моменте. Жалко, я не могу посмотреть, где его конкретно убили. Тут ультанули. Опять-таки Вивер, но он успел заюзать таймласс. Энви, Энви. А, не, он ваннавойт скастил. Рановато, видимо, скастил. Да, ваннавойт. Значит, недостаточно было демоджа. Надо было ещё 2000 лишить Вивера мана и только потом использовать эту штуку. Вот ганг. Не удаётся. Не удаётся ганг. Ух, кайпи. Энви, правда, всё равно отправляется фармить. То есть с ним тяжело соперничать. А тут, по-моему, Флокер к магу убивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проблема, проблема. Или нет, или так маг мансует в другую сторону здесь. Лессуна Флай попадает в стан. Молния Шакля, урна. И горит, горит Лессуна Флай. Но Диаболики распространяются на нейтралов. И тут уже подходит Артизи. Готов он помогать. Подходит нагло. О-о-о-о-ой-ой-ой. Резолюшн-то жёсткий. Бьёт он с хастой. Смотрите, БКБ у него уже имеется. Правда, курьера нету, чтобы это БКБ себе притащить. Слегка фиданули Кайпе. Отдали на топе Бэйна. Отдали на боте Клокверка. И в итоге мы видим то, что ситуация по золоту... Ну, не, хотя всё равно, кстати, золото больше у Айси Кап. Тем не менее, Экспы, правда, пока что у Кайпе побольше. Ну, ладно. Рошана идут убивать. Вот, вот это вот правильное решение. Медальки, правда, нету. Но, в принципе, вдвоём с рефракшн. Так, ультнаги. Помогает спокойненько добить Рошана. Хотя, наверное, не нужно этого было делать. Просто, ну, они спокойно его убивали. То есть, там никто бы не помешал. Нага просто потратила ульту, когда могла её сэкономить. И в итоге Ману тоже в никуда сливает Джаздик. И придётся ему бежать на базу, лечиться. Ману восстанавливать, чтобы быть полезным. Фейзе, ну, Клокверка. Фейзе, Блэйдмейл. Толстый, жирный Клокверк с Блэйдмейлом. Войдёт, впитает. И, в принципе, можно будет драться. Так, бегут вдвоём. Тут ещё и Пак. Ну, Пак, наверное... Так, идиотом... О, нашли! Но нет, нет. Хукшот не хочет кидать бон. На самом деле, можно было бы пытаться. Как-то, ну, стрёмно. То есть, Хукшот, Коги. Ну, там, правда, таймлапс есть, так что... Либо в касании вивера убиваем, либо не убиваем его вообще. БКБшечка для Темпларки и Форстав для ВРки. Оэма, Яша... Ну, блин, где-то 4,5... 3,5 сотки золота нужно нафармить. Антимагу, чтобы купить себе манту. Ну, вот, это поможет. Это поможет браться, это поможет выживать. Это поможет фармить быстрее, опять-таки. Ну, и Энвен набрасывается на Т2-вышку. Тут иллюзии Наги, его отгоняют. Сами IC-каповцы вместе с ВРочкой, Темпларкой и Игером. Ну, и Нага тут тоже, кстати говоря, то, что суть. Ой, на бот, на бот, наверное, через ульт Наги, да? ТП-аут и жмут. Успеет ли Нага? А, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где Нага-то вообще? А, у неё ульта нет. Вот, кстати говоря, не потратила бы ульту. Сейчас можно было бы на этих ТП-аутах забрать. Правда, Боуна всё равно заберут. Надо жать Блэйд Мэйл. Тут без шансов. Нажал как раз-таки, когда Резолюшн снова скастил Рефракшн. Так бы мог немножко дэмэджа нанести. Но время выигрывают. Время выигрывают кайпи для АЭМа на топе. У него есть фарм. У него есть... Вот уже, наверное, Аманта. Да, летит. Вот она, родимая Аманта. Он вышку убил, 500 золота получил. И сейчас... Что тут? Ну, ребят, наверное, всё-таки БКБшку. Да, БКБшечку надо собрать. Хоть и сетка Наги накидывается на БКБ, но её можно заивейдить. Очень хитро можно заивейдить с помощью Манты. Манта даёт одну десятую секунды неуязвимости. Пока, ну, делаются иллюзии. То есть, если чётко нажать каст Манты, то можно и выейдить всякие сетки, там, скримы. Ну, и прочие, прочие Проджектайл скилы, там, Соул Асамшены. Да. Так, Энве пытается Вивер накоцать. Линка, Егис 3000 золота. Тоже неплохо так-то у Вивера. Ну-ка посмотрим. Ну-ка посмотрим. Олдис он офлайн, Соул Бустер купил. Блин, любитель, конечно, Олдис он офлайн на лешераках Соул Бустеры покупать. Ну, всё-таки большинство леших как-то старается уйти в плотность. Там, БКБ, Госсептер, Брейсеры. Но, Олдис он офлайн просто много фарма где-то берёт. И, опачки. Так, Энве, сетка. И монтица, но поздно. Поздно ты монтишься, дружище. Сетка уже на тебе. Естественно, очень легко его убивают сейчас АСК. Ну, и вышка на топе. Угроза. Угроза для Кайпи. Могут её проломать. Могут её пробить. Так, пауза какая-то от АЭМа. Очень зря, на самом деле, умирает Энве. Очень зря. Потому что, потому что сейчас будут пушить. Отпушивать чем это можно? Отпушивать это можно, конечно же, паком. В какой-то степени. О, визаж-то с агонимом. Блин, ну, с одной стороны, так посмотрим. Вроде бы, АСК сейчас могут идти и драться. Потому что у них всё для этого есть. Лана, СБКБ. Тут у Вивера всякие вот дезоляторы. Сейчас он соберёт себе дезоль и будет очень опасным товарищем. Но драться-то можно. Но хайграунд пропушить может и не удастся. Потому что, ну, банально, тут есть визаж с агонимом. Тут есть Клокверк, Пак и Бэйн, естественно. Они будут очень сильно напрягать. Они будут мешать. Сейчас надо это видео посмотреть, что тут происходит. Понятно. Фанник там решил тоже трансляцию запустить. Кто ввёл моду на слово Projectile, которое сейчас во все трансляции полезло? Не знаю, кто ввёл моду, но я это не со стримов услышал. Ну, как-то надо описывать вот это вот. На русском я ещё не могу придумать слово. Я не так красноречив. Может быть, подумаю на днях, чтобы заменить каким-то русским эквивалентом. Так, ну что, пушится хэгэ. Надо как-то вверх здесь, не знаю, отбросить назад. Она всё-таки фокус файр очень чётко кастует. Смотрите, фамильеры уже сели. Стан свой прошёлся. Сбили линку Жакалу. У него есть Аегис. Ну что, минус вышечка на топе. И может быть, даже удастся сейчас как-то бараки пробить. Хотя Пак ставит ноль. То, Оль Жакал, у него же Аегис. Сон от Наги. Ну, в итоге, кстати говоря, Аегис выбили. Фамильера одного тоже забрили. Маг даёт великолепный шакл-шот просто по-двоим. И тут тоже умирает Бэйн, умирает ещё и Пак. Делают байбеки, ребята. Как там дела у антимага? Антимаг старается кого-то там вырубить. Сейчас Синь делает очередной фраг. Убивает из шрака. Бараки-то, кстати, стоят. Но Ланая убьёт или... Нет, убила Барак. Хитрая, хитрая. Ланая. Ну, конечно, она отправится в таверну. Да ладно тебе. Иди в таверну. Ну, а Джакал, кстати, выжил, а Аегис потерял. Лайн пропушили. Заставили сделать два байбека. То есть поубивали. Не, ну можно, можно пока что сражаться с этим и убивать. Вроде бы... Рошан у нас появится не очень скоро. Вот, блин, потерпели бы. Хотя, как кайпы могли потерпеть? Ну, не надо было АМ удохнуть. То есть... Из-за того, что умер АМ... АСК... У-у-у-у. Ху-ху. Дабл демашь. Упака. Хотя это... Ну, ладно. Вроде, смотрите, они пытаются в ответку идти. Ой, какой шекл-шот! Боже мой! Боже мой! Маг творит чудеса. И... Ну, АМа нет. Байбек это, по-моему... Или есть. А, нет. У АМа есть байбек. Но ему так не хочется сейчас его делать. Да тут сейчас просто и Синк еще отъедет. Скорее всего. Так, байбек это АМа. Сразу же сбрил. Надо быстро убивать вивера. Кто-нибудь может влить в дамаг. Да, очень много урона получает Джакал. Но он юзает таймлапс. Клокверка забрали. Подходит АМ ульту и убирает ВР-ку. Усыпили Джакал, Солас Амшен. Фамильеры замедления. И убили вивера! Ё-моё! Что происходит? Бежит! Бежит Энви дальше. Но попадает Стана Моллэйсон на флай. Плюшка летит от темпларочки. Темпларочка... Темпларочка уходит. И, по-моему, сейчас есть отличная возможность у команды Кайпи. Ну, может быть, нисколько лайн нагнуть. Но, по крайней мере, вышку по центру они должны убить. Блин, вот если бы еще пораньше байбэк бы сделал Энви, наверное, тут так бы хорошо удалось развернуться, что... Наверное, прифигели бы АСК-повцы. Ну, вот пока не может АМ, несмотря на свое Battle Fury, обогнать по фарму. Ну, вот он за этот байбэк, конечно, в итоге золото получил больше, да? То есть, он как бы байбэкнулся, но все равно. У него два куска в кармане. Ему покупать... Блин, ну тут БКБ надо, реально. Тут либо БКБ, либо проигрывай. Серьезно, серьезно. Очень важно купить БКБ. Чтобы какое-то прям слово проразит. Очень важно. Надо от него избавляться. Надо БКБ. В противном случае будут дизейблить, будут убивать. Всякие вот эти вот лешие ВР-ки. Но ВР-ка вяжет, конечно. С ума сойти. Так вяжет. Десять хотят. Ну, естественно, хотят. Надо Бэйну подрегениться. Вот Бэйн что-то... Не знаю. Настало время стакать легкую точку. На 31-й минуте, видимо, для Бэйна им надо паут. Наверное, Гост решил дофармить, да? Сейчас Гост купит. Хотя Смоук и Гост. Все верно. То есть, вот он что делал. Подфармливал немножко. Да, Гост очень, конечно... Ну, как бы полегче будет просто с этим Гостом. А, уууу, Талисманчик. На промахе покупает себе антимаг. Да, сложнее его будет, конечно, убить. Но все. Все равно. Оуу, Фамиллеры. Летят. Новых вызвал Синг. Одного отдал. Ну, блин, обидно. То есть, как бы он мог бы их в драке вызвать. И еще там на 4,5 секунды застанет. А так придется довольствоваться тем, что есть. У Наги как там дела? Ну-ка, по шмоткам. По шмоткам Блудстоуну Лешего. Дизоль. Пекс хочет сделать себе маг. Рошан через 30 секунд. По-моему, на Рошане все-таки Кайпи надо как-то подраться, если они хотят... Что-то иметь здесь. Тоже Гост и Пака. Но он не успеет себе Бетерфляй сделать. Это я уверен. Может быть, если Рошана не попытается убить и как-то сплетануть по-жесткому. Он сейчас стоп, а Энви много золота поднимет. На байбэк, кстати говоря, ему не хватит. Ну, у него... Хотя на байбэк ему, конечно, хватает. Но просто, как бы, время еще, 2 минуты. То есть, ему, как бы, либо на иглу, либо на байбэк оставить. Пока я там... Ну, там видно было на мини-карте, что оси Капа и Царошан убивают. Я не захотел просто показывать, потому что... Ну, а что-то спокойненько ребята его убьют и идут в центр. Кристалли Сутен Плакет. Это уже... Это уже что-то. Это уже неприятно. Критует подруга, серьезно. Так, неплохой саланс от Артизи. Очень даже неплохой. Сбивает фокус-файр частично. Верта не может фокусить. Вот сейчас он снова подходит и начинает фокусить в ту вышку. Антимак рядом. Антимак готов врываться. Смотрим. Энви сзади. Хукшот. Боже, какой хукшот! Ну, сейчас Джастик дает ульту. Надо перегруппироваться срочно здесь. О, из вона флай выходит. И, по-моему, отступят. Ну, там вышку сбрили. У Артизи мало хп. Прожали тэп-аут. Да. Педали сразу включают. Асикап. Ну, тут, конечно, бы он молодец. Хорошо. Хорошо ворвался. И опять Антимак получает драгоценное время для него. Драгоценное для него время, которое он должен реализовывать в какие-то шмотки. В какие-то, не знаю, плюшки, чтобы полегче было. Ну, тут уже, видите, и резолюшен немало нафармил. И у вивера все больше и больше дэмэджа. У Синга там... Синг вообще плотный. Как буфетчица в моей школьной столовой. Ну, посмотрите. 1600 хп. Четвертая пассивка. У него 40 армора. С учетом четырех слоев. Да, он будет, конечно, впитывать. Но вряд ли кто-то будет визажа фокусить здесь. Тут, скорее всего... Так. Фукшот пошел на Лешева. Но он может взорваться. Да, не успел, правда, парень взорваться. Но он появится очень быстро. Просто Кайпи таким образом выигрывает для себя время. Так, игла есть. Антимагу нужно 900 золота, чтобы купить себе фляй. 3600... Ну, еще где-то 300-ки, да. Ну, нет, побольше. Управляется он в свой лес. Топ пушит маг. Вот, надо подождать, пока появится Лешрак. Пока он выйдет. Пока он что-то попробует. Кстати, чей гем интересного у Кайпи, наверное, отобрали. Хекс у Пака. Блин, вот это вот уже... Вот это вот уже печально. Давайте посмотрим. У мага скоро Хекс? У мага Хекс очень не скоро. Очень не скоро у него будет Хекс. А вот у команды Кайпи уже, собственно, генза на команду имеется. Тут и... Не знаю, Синг новых фамиллеров вызвал. Где-то там, может быть, сплитовал. Антимаг. Ну, это Баттерфляй, да. Это Баттерфляй для Аэма. Он уже его, по-моему, приобрел себе, да. Жука-медведь какой-то летит и приносит Баттерфляй. На 35-й минуте. Конечно, очень медленно фармит Энви. Крайне. Крайне медленно. Но это, конечно, молодцы IC-кап, что делают все для него очки проблемы. Ну, вот неплохо. Плохо, плохо. Фукшот потратили, надо отойти. Манта нету. Все. Бежим домой. В ужасе. Ждем, пока появится манта. Ждем, пока появится. Ну, манты через 20 секунд. За 20 секунд могут спушить. Ну, бараки, по крайней мере, точно. Ну, а как это Дефис? Фукшот. Что там фукшот? Или тут... Ой-ой-ой. Какую драку навязывают Энви? Чуть не убил Нагу. Нага в итоге уходит, может усыпить. Энви получает много дэмэджа. Потропля его спасают. Ультанули в резолюшена. Надо перегруппироваться немножечко ребятам из Кайпи. Вот вроде... Хотя вроде плотный. Склился, конечно, так же быстро, как и другие игроки команды Кайпи. Ну что, это минус второй лайн. Или байбэк? Нет, байбэк от визажа у него. Правда, нету фамильеров. Лечится Энви. Не до конца поднял себе ХП. Ну, единственный шанс сейчас для Кайпи, мне кажется, выиграть. Это вот здесь убить. По крайней мере, резолюшена. Убить еще, может быть, Вивера. Хотя у Вивера есть Иггис. Черт, как его убивать-то? Ёп моё. Ну, блин, ошибка, конечно, от Кайпи. Что манту потратили. Да зря, зря они полезли на эту нагу. Хотя нет, на самом деле не зря. Если б нагу убили, им надо как-то вот выйти и попытаться убить одного из игроков. И только тогда можно будет, как бы, говорить там о том, что они могут хорошо подраться. Сейчас пока что преимущество у Айси Каповцев. За счет того, что антимаг не такой жесткий. Пытаюсь его, может быть, сейчас убить. Или резолюшен. Резолюшен. Сейчас еще КБ может быть. Да, он резолюшен МКБ собирается делать. Под барабанами, смотрите, идут его убивать. Но не, Эдви не так прост. Его не убить. Его не убить. Даже под барабанами, даже всей толпой. Надо подождать, по крайней мере, еще одну минутку, пока у Вивера уйдет Айгис. Через минуту вот как раз таки. Но тут у Верки Хекс появится, да, уже к следующей драке, скорее всего. МКБ... Нет, стоп. Да, МКБ хочет купить себе резолюшен, это точно. Блин, Энвери, ему реально надо БКБ купить. Потому что его тупо вяжут, и он ничего не может сделать. Так, 30 секунд до того, как исчезнет Айгис. Ну, что-то придумали, Кайпи, смотрите. МКБ. Оу, Вивера МКБ, а вот тебе и Баттерфляй. Вот тебе и Баттерфляй. Смоку никакого нету. Бон что-то своим гаечным ключом машет. Откушивают, как могут. Вот, 5 секунд до исчезновения Айгиса. И через 4 минуты появляется Рошан. В 30... В 40... В 42.51 появляется, по-моему. Резолюшен. Ну что, допилил себе свой МКБ? Да, это Виверовский. Да, это Резолюшен. 2 МКБ на команду. Вот тебе и Фляй. Формил, формил. Купил себе Виталити Бустер. Ну, байбэк это, наверное, у парня нету, да. Ну да, вот он купил себе Виталити Бустер. И в итоге без байбэка сидит. Не знаю, насколько это вообще нормально. Но... Может быть и не очень нормально. Просто если всех... Кайпишников поубивают, то один Энви ничего не сделает. Реально. Ничегошеньки. Со своего байбэком. Надо уровни посмотреть. Ну, вроде как по уровням впереди все-таки... Впереди все-таки Айсикап. В общем плане, да, у них Экспы намного больше. Или нет? У них не намного больше Экспы. Золота у них побольше. На 7500. Но Экспы нет. Так. Какие-то проблемы у Асикапов. Что-то они там собрались, подумали. И... Третий лайн, как говорится, он сложный самый. То есть, тут уже не сплетануть. Тут уже... Ну, не, конечно, можно сплетануть. И ерунду я сказал. Третий лайн на самом деле легче убить, чем два других. Потому что можно просто встать вот сюда вот под хайграунд. Да. И дожидаться, когда крипы вот так вот с лайнов выходят и пушат команду соперника. Как кто-то, кто-то отвлекается на то, чтобы с дефекта четыре, можно пойти и покоцать вышку. То есть, такая легкая, примитивная стратегия. Особенно, учитывая тот факт, что есть вивер с дизолем, в эрка с фокус файером и нага, который может скастить в сон. То есть, вряд ли вам кого-то убьют, вряд ли вы кого-то потеряете, а дэмэдж вышки нанесете. Тараску антимагу, блин, ну я не знаю. Мне кажется, не успеет. Хотя, скорее всего, эсекаповцы не полезут, да? Не полезут убивать Т4, ну и трон до того, как они убьют третьего Рошана. Все-таки плюсов слишком много. То есть, там тебе и Аегис, и Сырок, и Золото. То есть, ну, проблема только... Обратная сторона медали заключается в том, что Энви фармит. Энви за две минуты, он... Ой-ой-ой, слушайте, а может повстречают сейчас здесь вот этих... Вот это встреча! Монта, пошел, пошел. Ну, блин, ну зря он это делает. Сейчас ведь поймают. Или нет? Подошел Артизи! Убивает он из вона флай! Вот зря только Монавойт скастил. Семьдесят секунд теперь сидеть без этого Монавойта. Что там с... Ой-ой-ой, блокстрон один заряд. Печаль, беда. А, так, сорок секунд. Нет, тут все-таки через полторы минуты появится. Ну, через минуту. Не, успеет все-таки появиться Леший и подойти к Рошану. Только вот, ну, зря, зря. Три двести. Нужно на топор. И еще Энви остается дофармить Косарь. Да. Как он просто... Как никогда должен фармить сейчас Энви, чтобы выиграть эту карту. Ну, Мак. Блин, Мак, конечно, тоже подсобрался хорошо. У Вивера много. Три тысячи золота. Ну, как бы байбэки будут. То есть здесь... Все равно ICK в большом плюсе. Они две линии снесли. И поэтому... Просто-напросто, даже если они в пятером сдохнут, там сделают байбэки. И там могут как-то сплетануть или что-нибудь. Ой, ДД. Ой, какая хорошая руна-то. Забирает ДД Энви. У него нету. Ну, слушайте, начинается драка или нет. Монтится, пытается убить Олэйсон офлай. Накидывается сеточкой и Олэйсон офлай живет. Живет. Тем временем подходит. Дает хекс в Энви. Энви терпит. У него есть байбэк. Очередной шоков-шот для... Ну, тут, правда, посмотрите, очень жестко. Резолюшн расправляется с Клокверком. Блэйдмейл, не Блэйдмейл. Тупо Критулю. И давай до свидания. Все, это ГГ. Сейчас и Синга. Да. Все, Синг минус. ГГ пишет Энви. Ну, блин. Тут что хочется сказать? Зачем умирать паком два раза подряд после того, как ты так сильно нагнул тамбларку в центре? Ну, и пак, видите, просто дисканулся. Ну, это, блин, виноваты кайпи сами. Вот кругом и полностью виноваты в том, что проиграли они эту карту. У них было все, чтобы выиграть. Все. И они слили. Ну, что ж, тоже такая вот игра получилась. Значит, третья карта финала Эйзо Капа начнется где-то, ну, вот уже, наверное, скоро. Ну-ка, второй канал успеем? Успеем за ней второй канал. Зритель еще, кстати, на трансляции есть. Неплохо. БКБ нельзя. Сон дадут. И пока все спят, а Эмма разорвут в пятером. Тоже правильно, тоже правильно. Но это не дело подставляться под шоколшоты, я считаю, все равно. Так что, так что вот так. Ну что, сделаем, наверное, небольшой перерыв. Давайте, друзья, третью карту, раз уж Twitch TV залагал и заставил он меня, по сути, выкладывать вот этот вот финал в трех частях. Треха ни в одной, так сказать, ни в одном видео, как я обычно стараюсь делать. Поэтому есть смысл такой сделать. Моральный стоп-старт, поставить какой-нибудь трек, подождать, когда команды начнут, перевести дух. Я пойду хлебну минералочки. Ну и не отходите. Все-таки интересно посмотреть. Игра сейчас на европейском сервере. И, по идее, тут вот IC Cup на первом пике. Посмотрим, что же будет.